Сегодня у нас будет задача, которая лично мне доставляет чисто эстетическое удовольствие. Она похожа на какую-то игру, в которой есть несколько уровней и в каждом есть свои ловушки и секреты. Читаем условия. Найдите все значения a, при которых уравнение имеет на отрезке от 0 до 2π ровно 3 различных корня. Это уравнение вам может показаться совсем тривиальным, но вы попробуйте решить задачу сами, а уж потом делайте выводы. Предупрежден? Вооружен! Мы начинаем! Вот наше исходное квадратное относительно синус уравнение. И коли оно квадратное, наверняка многие попробовали найти дискриминант. Зрелище было не из лучших, не так ли? Как же действовать в этой ситуации? Мы попробуем начать с конца. Наше уравнение на отрезке от 0 до 2π имеет ровно 3 корня. Как это могло бы быть? Вот посчастливилось нам, например, все-таки решить уравнение относительно синуса. Получили одно или два простейших уравнения, решили их относительно х и затем получили 3 корня на отрезке от 0 до 2π. Если все озвучено и впрям случилось, то возникает вопрос, чему равнялись наши синусы? Кликните паузу, подумайте, это очень красивая подзадача. Сейчас появится первый возможный вариант. Синус равный 1 на отрезке от 0 до 2π даст единственный корень π на 2. Если второе уравнение даст еще два корня, что запросто может случиться, то в итоге у нас будет 3 корня, как и требовалось. Любопытно узнать, какие же значения может принимать наш второй синус. Я пока что напишу интервал от минус 1 до 1, но подумайте, все ли с ним в порядке. А затем посмотрите на еще один вариант расположения корней для синусов. Если один из синусов будет равен минус 1, то на отрезке от 0 до 2π он даст единственный корень 3π на 2. Если другой синус подкинет еще два решения на отрезке от 0 до 2π, то мы имеем 3 корня на указанном промежутке, это здорово. А возможно ли какие-то другие варианты для наших синусов, чтобы корня было ровно 3? Такой вариант возможен, так что напрягите извилины, кто ищет, тот всегда найдет. Но если вдруг не удалось, то смотрите на мой перекосившийся тригонометр. На нем я изобразил решение всего лишь одного уравнения sin x равный 0. И что интересно, оно в одиночку на отрезке от 0 до 2π дает ровно 3 корня 0π и 2π, то есть если один из синусов будет равен 0, а другой по модулю превысит единицу, то такой случай нам очень даже подойдет. Сейчас я запишу подходящую совокупность уравнений. Буду использовать букву p, где p будет пробегать значение из двух промежутков, либо от минус бесконечности до минус 1, либо от 1 до плюс бесконечности. Кстати, как мы уже поняли, из значений p для первой совокупности нужно выкинуть нолик, иначе у нас было бы 4 корня на отрезке, многовато. Ну что ж, вы уже многое поняли по этой задаче, во всяком случае, я так надеюсь. Но на деле это был лишь прогрев, нам пора поставить первую скорость или давайте сразу вторую, и начать решать задачу. Для второго случая наш sin равный 0 подставляем в исходное уравнение, тем самым нам удастся найти такие значения a, при которых sin равный 0 решает исходное уравнение. Это возможно только если a равно 0, 2 или 3. Но не будьте наивными, это еще не есть ответ, нам важно понять, чему равен второй sin. Он запросто может впарить нам какие-нибудь новые корни. Чтобы этого избежать, нужно вновь делать проверку, при том брать мы будем уже значение a, а подставлять все еще в исходное. Если a равно 0, то относительно sin мы получаем 2 корня. Один из них 0, что неудивительно, а другой минус 4. Во, такой вариант нас устраивает, будет ровно 3 корня на отрезке от 0 до 2π. То есть a равное 0 годится. Продолжаем проверку. Берем a равное 2, оно нам почти все вырезает из исходного уравнения и остается квадрат sin равный 0. Замечательно, sin равен 0, у нас будет ровно 3 корня на отрезке. Далее вы удивитесь, но мы берем a равное 3 и подставляем в исходное уравнение. Получаем sin в квадрате х плюс sin х равно 0. Но тут смотрите, что получается, либо sin равен 0, что неудивительно, либо sin равен минус 1. И вот это второе уравнение совокупности даст четвертый корень на отрезке, то есть a равное 3 нам не годится. Если есть вопросы по этому случаю, то задавайте, потому что сейчас мы возьмемся за более трудную ситуацию — первую. Попробуем выяснить, при каких значениях a наше уравнение относительно синуса будет иметь корнем 1. Для этого вместо sin подставляем единичку. На переднем плане у нас кубическое уравнение относительно a, а на заднем плане сгущаются тучи и начинает накрапывать мелкий дождик, потому что целых корней наше кубическое уравнение не имеет, какие-то стандартные приемы здесь не приходят на ум. Если вы не специалист по формуле кардана и под рукой нет мат-пакета, то советую сделать откат. Давайте уберем все это долой и придумаем какой-нибудь другой путь. У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет? У меня в запасе есть одна. Теорема Виета для нашего уравнения подсказывает, чему равна сумма корней. Она равна коэффициенту перед синусом, взятому со знаком минус. Первый корень — это sinx равен 1, мы его проверяем. А каким будет второй корень? Он будет меньше или равен минус 1. Только тогда левые и правые части могли бы поравняться. Получается, второй корень не впишется в требуемые оранжевые границы для p. То есть у нас не будет ровно три решения. Такой вариант нам не нужен. Давайте тогда и для второго случая, когда sinx равен минус единице, сразу запишем теорему Виетте, вдруг там та же самая история. Ну да, конечно. В этом случае все-таки p может вписаться в оранжевой границе. Не беда. Мы хотя бы попытались. Давайте теперь еще попытаемся подставить sin минус единичку в первое исходное уравнение системы и найдем такие значения a, при которых исходное уравнение действительно имеет корень sinx равный минус единице. Получили кубическое уравнение и легко заметить, что a равное 3 является его корнем. То есть если бы мы разложили наш кубический многочлен на множители, мы обязательно бы увидели скобочку a-3, которая задавала бы корень тройку. Вы понимаете, к чему я клоню, да? Например, к делению уголком. Если вы в одиннадцатом классе и не понимаете, о чем это я толкую, и что это я такой забавный здесь столбик делаю, то, пожалуйста, откройте нормальную книгу и разберитесь в этом, потому что сейчас мне уже удалось разбить наш кубический многочлен на две хорошенькие скобочки. Одна из них a-3, а другая представляет собой квадратный трехчлен. И тут уже каждый восьмиклассник сможет назвать вам корни уравнения. Это a равное 3, а также a равное 3 плюс минус корень из 5 и все это на 2. a равное 3 мы уже подставляли во второй ситуации, и там получалась совокупность синус равный нулю и синус равный минус единице. Такой вариант нам и тогда не подошел, и сейчас ясное дело не подходит. Оставшиеся два значения мы проверим с помощью теоремы Виетта. Мы ее некогда уже писали. Наш корень минус единица плюс второй корень p дают a-2 в квадрате со знаком минус. Если a равно 3 минус корню из 5 на 2, тогда левая часть превысит значение 2, а правая часть не сможет ее сбалансировать таким значением p, которое вписалось бы в некогда оранжевые границы. То есть такое значение a нам не годится. Осталось проверить последнее потенциальное значение a, 3 плюс корень из 5 на 2, между делом это приблизительно 2,6. 2,6 минус 2 это 0,6, 0,6 в квадрате это 0,36, а это значит, что найдется значение p, которое вписывается в оранжевые границы. Из всего этого делаем правильный вывод. Значение a равное 3 плюс корню из 5 на 2 нам годится, и идет в ответ наряду со значениями 0 и 2. Все, кто осилил это видео до конца, здесь есть такие. Большие молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НОДУК recalled АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Н beneficiary